Продолжение следует... Он озабочен проблемами, которые создают приезжие. Это прежде всего мусор. Специалисты туриндустрии не отстают, строят гостиницы без очистных сооружений. В общем, не бережем наше богатство. Здравствуйте, анонсы других важных тем нашего выпуска прямо сейчас. Сразу пять рек Иркутской области вышли из берегов. Подтоплены несколько населенных пунктов. В программе информация о том, какую помощь оказывают людям и находится ли ситуация с летними паводками под контролем. Контроль за использованием средств материнского капитала ужесточен. Сегодня расскажем, скольким семьям уже отказали из-за того, что они пытались купить здание, которое сгорело, или несуществующий дом в Иркутской области. Есть ли противостояние на иркутских дорогах? Как делят проезжую часть водители машины и велосипедисты? Подоблюдаем сегодня в рамках традиционной рубрики «АвтоХам». Участники традиционного международного фестиваля современного искусства представили свои работы в Иркутске. В областной столице открылась выставка «Образы Сибири». Какие экспонаты привезли в наш город, узнаете из выпуска. И теперь обо всем подробнее. Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнеудинске. Еще четыре района региона находятся в состоянии повышенной готовности. Вслед за осадками в Иркутскую область пришли паводки. Сотни человек вынуждены эвакуировать. На окраине Нижнеудинска сегодня не спали. Сооружали дамбы, измеряли расстояние от воды до домов. В конце концов, просто разводили руками. А что сделаешь? За несколько часов уровень реки Уда поднялся почти на два метра. Поднимается махом. Если, не дай бог, валом пойдет, это уже оттуда гиблое дело будет. Затопит всех и все. Вода валом не пошла. Продолжила подниматься постепенно. Но в Капкане оказались несколько сотен жителей садоводства. Река преградила путь к дачам. Потребовалась помощь спасателей. Вывозят в первую очередь детей и стариков. Там вода прибывает. При заезде в садоводство воды не было через дорогу. На обратном пути буквально через полчаса уже вода поднялась. И уже, получается, через дорогу идет. Стихия ударила и по самому Нижнеудинску. Затоплено пять улиц. Сейчас в воде десятки домов на месте развернут штаб спасателей. В данный момент мы предлагаем всем жителям, которые находятся в опасной зоне, эвакуироваться. Но пока редко кто соглашается. Значит, превентивно вчера была проведена эвакуация детей из детского здоровительного лагеря. Ну а сегодня показало, что это мероприятие было проведено своевременно. Именно потому, что данный лагерь оказался под угрозой потопления. В общей сложности из лагеря эвакуировали 351 ребенка и 68 сотрудников. Иногородних разместили в школе-интернате. У них есть еда, сухие вещи, теплые кровати. О таких условиях пока не могут и мечтать спасатели. Из берегов вышли сразу пять рек области. Населенные пункты есть возле каждой из них. В утренние часы также пришло сообщение о подъеме воды в населенном пункте Сереброво-Тайшетского района. Специализированная пожарно-спасательная часть, которая по моей команде вчера выдвинулась в Нижнеудинский район, сходу практически была перерейтирована движением на Тайшет. В настоящее они время уже прибыли в Сереброво. Это 20 человек, 4 лодки. Это интервью генерал МЧС дал в 11 утра. Уже во второй половине дня он вместе с группой спасателей вылетел из Иркутска в Тайшетский район. Вот так сегодня выглядит поселок Сереброво. Люди покинули дома и поднялись на возвышенность. Жгут костры, готовят на них еду. Большинство отказывается эвакуироваться. Боятся мародеров. Хотя опасаться нужно и следующей ночи. В режиме повышенной готовности переведены 4 района. Нижнеудинский переведен в режим чрезвычайной ситуации. Обстановка сложная, гидрологическая. Подъем рек будет продолжаться. Сегодня ночью раздуждаем еще одну волну поводков. Какой окажется эта волна, узнаем уже завтра утром. Сегодня же тысячам жителей Иркутской области предстоит еще одна бессонная ночь. Евгений Шоев, новости по будням. Бессонные ночи и горячие трудовые будни. Все это суровая реальность для лесников региона. В Иркутской области продолжаются пожары. Горит около 130 гектаров тайги. Тушить их пытаются не только земли, но и воздуха. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Дожди начинаются еще на земле. Конечно, не любые, а лишь искусственные. Через 20 минут Ан-26 вылетит из Иркутска. Курс на северо-запад в Тайшетский район. Там бушуют три лесных пожара. Их пытаются локализовать земли, но сил недостаточно. Поэтому решено вызвать искусственный дождь. Но для начала необходимо пролететь почти 600 километров. В полете у нас интернета не будет, поэтому мы используем специализированное оборудование. То есть это комплекс бортовой, специально рассчитан для работы на воздушных судах и любых подвижных объектах. То есть у нас есть автономная система GPS-навигации, которая нам позволяет более чем подробно работать на топографических картах, которые у нас уже заранее подготовлены. До взлета пара минут есть время рассмотреть главное оружие самолета. В каждой из этих кассет по 32 пиропатрона. В них йодистое серебро. Безопасное и действенное вещество. Распылять его необходимо на высоте от 3,5 до 5 тысяч метров. И только над кучевыми облаками. Главное, чтобы не было устойчивого антициклона и низкой влажности на высотах от 3 до 5 километров. Потому что в условиях низкой влажности у нас не развивается подходящая облученность. Спустя полтора часа самолет достигает установленной точки. Пора начинать работу. Этот металлический ящик – пульт управления пиропатронами. Стрелять можно как с левого, так и с правого борта. Всё зависит от команды метеоролога. Нажатием кнопки «Пуск» мы даём сигнал и пиропатроны начинают стрелять. Выстрелы идут у нас в очередь по 4 патрона за один выстрел. Если две включим, то у нас будет сразу 8 патронов. Это опять же зависит от облачности и необходимости целесообразности наполнения облака реагентом. Поэтому мы определяем, сколько нам необходимо в эту облачность выстрелить патронов. Обработка этих кучевых облаков 52-мя пиропатронами заняла около 15 минут. Спустя несколько часов на землю пролились первые осадки. Но дождь экипаж этого самолёта уже не увидел. Ан-26 вернулся в Иркутск, чтобы после дозаправки отправиться в Якутию. Там тоже нужна помощь. Алёна Полоненко, Евгений Шоев. Новости по будням. Существенная помощь для многих семей – материнский капитал. Вот только не все хотят распоряжаться им по закону. Схемы по обналичиванию процветают. Поэтому с конца марта в стране ужесточён контроль за использованием мат-капитала. В Иркутской области 17 семьям на данный момент уже отказали в распоряжении средствами. Причина проста. Люди хотели приобрести непригодное для жизни помещение. Для чего? Всё просто. Как правило, это часть цепочки по обналичиванию мат-капитала. Сейчас уже почти три месяца специалисты пенсионного фонда запрашивают у ведомства информацию. Является ли дом, который семья собирается купить, пригодным для проживания. Если нет, этих данных достаточно для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами. Подобный ответ уже получили матери в Иркутске, Ангарске, Шелихове, Куйтуне, Устьюде. Причём в некоторых случаях на капитал пытались приобрести и вовсе несуществующее жильё. Зафиксировано три таких факта. Материалы по ним направлены в правоохранительные органы. Важно сказать ещё об одном изменении. Из перечня организаций, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом, исключены те, которые не подконтрольны Центробанку. Речь, например, о всевозможных микрофинансовых компаниях. При выдаче займов этими организациями процентная ставка, как правило, намного выше, чем в банковских организациях. Соответственно, платежи увеличиваются. Семья их выплачивать не может. Впоследствии это влечёт, что квартиру изымает, которая находится в залоге. А зачастую это единственное жильё у семьи. То есть принцип улучшения жилищных условий для семьи тут абсолютно нарушается. Нарушение закона при проведении капремонта многоквартирных домов в Иркутской области обнаружила прокуратура. Ведомство считает, что одна из организаций в списке квалифицированных подрядчиков явно лишняя. Речь о скандально известном ООО «Звезда», которая затянула сроки замены лифтов в нескольких городах. В настоящее время в отношении фирмы ведётся расследование двух уголовных дел. Но причина для исключения из реестра квалифицированных подрядчиков иная. По мнению надзорного ведомства, у «Звезды» изначально не было опыта в проведении ремонта и замены лифтов. Письменные доказательства этого представили областному министру регулирования контрактной системы. Принять решение об исключении подрядчика из списка квалифицированных должна была специальная комиссия ещё в апреле. Но это до сих пор не произошло, поэтому прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Прокуратура области обратилась в Кировский районный суд с исковым заявлением о признании решения комиссии незаконным и обязании её принять решение об исключении ООО «Звезда» из реестра квалифицированных подрядных организаций. Соответственно, в арбитражный суд региона прокуратура области обратилась с исковым заявлением о признании недействительного проведённого в мае 2019 года фондом капитального ремонта аукциона. Речь об аукционе на ремонт лифтов в Усть-Илимске ценой в 119 миллионов рублей. В том, что деньги не стоит доверять подрядчику за пятнанные репутации, уверены депутаты северного города. Они настаивают на проведении проверки законности торгов. Активисты Общероссийского народного фронта готовятся следить за ремонтом лифтов с помощью общественных наблюдателей. Не расслабляться, предупреждает автор этого видео. Действительно, провалившийся асфальт на одной из центральных улиц Иркутска лучше объехать. Такие искусственные препятствия на проезжих частях областного центра хоть и встречаются, но обычно их быстро ликвидируют. Ликвидировать собственные недоделки приходится и дорожникам, причём там, где ремонт ещё не закончен. Почему, расскажет Давид Азизов. Не дорога, а не ямы. Стиль езды по Иркутске с матерком. Состояние дорог зачастую не позволяет ни скорость развить, ни эмоции контролировать. Улица Красноярская в час пик одна из самых главных транспортных артерий города. Именно по принципу загруженности и выбирались магистрали, которые будут ремонтироваться в первую очередь. В этом году изменили не только планирование работ, но и контроль их качества. В результате кое-где подрядчик уже вынужден переделывать начатое. Красноярская. Это небольшой участок Ширямова, подаптечный. Где были вот в результате таких претензий со стороны стройконтроля. Снятие тротуаров небольших, до 300 квадратных метров. Перекладка их. Замечания также по укладке бордюрного камня в этом году у нас. Замечания такие высказываем по уклонам пандусов. Подрядчик оптимизма не теряет. По телефону у нас заверили, на сроках сдачи объекта переделки не отразятся. Да и сами по себе они незначительные, так что по карману строителям не ударят. Городская казна также урона не понесет. Деньги дорожники получат только когда стопроцентно сдадут объект. Финальный этап это еще один верхний слой покрытия 5 сантиметров, который собственно и скроет все неровности. Так вот по заверению подрядчиков и заказчика здесь будет особый асфальт класса А. Таким покрывают федеральные трассы. По задумке он прослужит гораздо дольше, однако такое мнение разделяют не все. В Союзе автомобилистов Сибири считают без капитального ремонта и строительства ливневой канализации срок эксплуатации не увеличить. Влага будет попадать в подушку дороги, а воде без разницы какой асфальт рвать. Ни одного капитального ремонта мы не видим, что бы делалось. Здесь везде идет такой поверхностный легкий ремонт, смена верхнего слоя асфальта, который через 2-3 года просто разрушится. И когда закончится вот эта вот программа федеральная, мы не увидим хороших дорог. Речь о федеральной программе безопасной и качественной дороге. Благодаря ей большая часть работ финансируется из госбюджета. Это и позволило работать с размахом. За это лето планируется восстановить 31 километр городских дорог. Капитально отремонтировать за эти же деньги можно лишь 7-8 километров. Это Азизов Алексей Бондаренко, Андрей Назаров. Новости по будням. Привез за несколько тысяч километров из Таиланда не только свежий загар, но и опасное заболевание. Житель Братска госпитализирован с подозрением на лихорадку Денге. Это заболевание распространяют комары, летучие мыши и обезьяны. Именно после контакта с ними можно заразиться. В региональном Роспотребнадзоре поспешили успокоить. Вирус не передается от человека к человеку. Однако сталкиваться с этим недугом при Байкале приходилось не так уж и редко. Его привозят из отпуска в экзотических странах. В 2019-м это уже пятый случай обнаружения лихорадки Денге. В прошлом году болели 12 человек. Специалисты отмечают, что врачанин, предположительно заразившийся лихорадкой, вовремя обратился за помощью с высокой температурой и сыпью. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное. Стоит сказать, что прививок от заболевания нет. Поэтому в Роспотребнадзоре напоминают о мерах предосторожности во время отдыха в странах Южной Азии. Рекомендуется использовать эпиленты. Вечером надевать одежду с длинными рукавами. Соблюдать меры предосторожности стоит не только во время отдыха в экзотических странах. Подхватить серьезные инфекционные заболевания запросто можно в Иркутской области, если искупаться в грязной воде. Список мест, куда жителям региона не стоит заплывать, ширится с каждой недели. Специалисты Роспотребнадзора регулярно контролируют качество воды в популярных зонах отдыха. По самым свежим данным, опасно купаться в областном центре у ледокола Ангара, а также на реке Иркут в поселке Горького. Кроме того, вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям еще в двух точках – на Ангаре в селе Олонке и на Братском водохранилище в жилом районе Центральном. Загрязнение во всех этих местах оценивается специалистами как опасное. Опасная ситуация в Братском районе на трассе. Столкнулись два кроссовера. Один из водителей погиб. Еще три человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали. Полицейские выясняют обстоятельства аварии, чтобы определить степень вины участников. Еще менее защищенными, чем шоферы и пассажиры машин, на дорогах являются велосипедисты. Легко ли им передвигаться по областному центру? Об этом очередной выпуск рубрики «АвтоХам». Одним велосипедистам сегодня станет больше. Иркутянин Артур Макаров намерен научить кататься своего брата. Делится с ним навыками и советами, как ездить среди пешеходов и машин без аварий и конфликтов. Избегать дорог, особенно где трафик высокий, и так пешеходным не проезжать, а проходить. Ну и кататься, где машин поменьше или вообще за городом. В самом городе есть вполне официальная велодорожка. Но на ней новичок может запросто растеряться, если лоб в лоб встретиться с маршрутным такси. Их водители вовсе не автохамы. Просто этот отрезок – вполне официальная остановка. Передвигаться здесь велосипедистам предлагают по тротуару. Но даже если полоса свободна от машин, повод для перепалки и спора все равно остается. Дорожка пришлась по нраву пешеходам. А тем, кто на велосипедах, здесь порой с ветерком не прокатится. Мне очень комфортно, потому что у нас уважение к велосипедистам как-то вот не привито. И у нас пешеходы неприлученные. И особенно, когда едешь на работу утром, со стороны Советска спускаешься по этой велодорожке, очень многие по ней идут пешком. И когда человеку об этом сообщаешь в культурной форме, что, извините, это также проезжая часть, пешеход для вас рядом, иногда даже бывает посылают на цензурными словами. Не слов, а штрафа заслуживают те, кто проезжает по зебре верхом на велосипеде. Такие нарушители чаще всего встречаются среди детей. И это повод задуматься родителям. В этом году в аварии попало в два раза больше подростков, чем в прошлом. Ребятня забывала о правилах и теряла осторожность. Уже зарегистрировано 17 ДТП от наезд на велосипедиста. Где в 17 ДТП 14 человек пострадало. Из 14 человек это 10 несовершеннолетних. Зачастую это не вина велосипедиста, а вина водителя. Так у нас было дорожно-транспортное происшествие в районе 23-й школы, где несовершеннолетний ехал по тротуару, с прилегающей территории уезжал водитель, не обратил внимания на велосипедиста, не предоставил ему преимущества. Иметь преимущество – приятно. А проявлять взаимную вежливость и предупредительность – полезно. Ведь только так можно избавиться от хамства и избежать большинства аварий. Лада Рыбакова, Виталий Перетолчин, новость по будням. Избежать аварии не удалось в Адайбинском районе. Там сегодня утром водитель автомобиля «Урал», который перевозил 7 вахтовиков, не справился с управлением. Машина на спуске покатилась вниз, после чего перевернулась. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Следственный комитет начал проверку по факту ДТП. На других дорогах региона тоже неспокойно. Подборку по-настоящему наглых нарушений правил смотрите далее. Встал в правый ряд, забудь о повороте налево. Очевидно, водитель черной иномарки об этом правиле забыл. Как только на светофоре загорелся зеленый, автомобиль начал резкое смещение со своей полосы, чем застал врасплох шофера-универсала. К счастью, у него хватило реакции уйти от столкновения. Ну а этому автомобилисту из Братска, вероятно, солнце напекло голову, потому что в полном здравии на поездку по встречной полосе никто не пойдет. А может, водитель родом из Британии. К таким финтам местные участники движения явно не были готовы. Еще одно видео из серии под названием «Поворот не туда». Очевидец акцентирует наше внимание на том, что на данном перекрестке ехать налево запрещено. Однако этот факт не волнует водителя впереди стоящей «Ауди». О своем намерении нарушить правила он оповестил всех, включив поворотник, после чего спокойно отправился в путь. Если и вы стали очевидцем чего-то интересного или пугающего на дороге, присылайте нам свои видео. На железной дороге тоже бывают непредвиденные ситуации. Сразу три пассажирских поезда прибыли в Иркутск с ощутимым опозданием. Они следуют в Новосибирск, Владивосток и Пекин. Сильнее всего задержался состав, который едет в столицу Западной Сибири. Он сделал остановку в нашем городе на 2,5 часа позже запланировано. Другие два состава выбились из графика меньше примерно на 1,5 часа. Причиной такой задержки стали неремонтные работы и, к счастью, никакой-либо ЧП на путях в Иркутской области. Сотрудники пресс-службы ВСЖД объяснили, составы начали запаздывать еще на других участках железной дороги и в Восточную Сибирь уже прибыли с задержкой. Сейчас диспетчеры пытаются вернуть поезда в график. Для этого, например, сокращают стоянки на станциях или дают разрешение машинистам увеличить скорость. Увеличить внимание к проблеме наркомании стараются в регионе самыми разными способами. Например, сегодня в Иркутске в сквере имени Кирова состоялся благотворительный концерт. Он был посвящен Международному дню борьбы с наркоманией. На сцену вышли известные местные артисты, а завершилось все флешмобом. Еще один бич современности наряду с наркоманией – ВИЧ. В Иркутской области живут около 29 тысяч человек с вирусом иммунодефицита. И многие о том, что больны, просто не знают. При том, что чем раньше начать лечение, тем лучше. Поэтому в Иркутске решили организовать работу передвижного комплекса Центра СПИД. До конца года он будет передислоцироваться из одного района города в другой. Все пришедшие смогут не только пройти анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, но и получить консультацию специалистов. Ближайший выезд передвижного комплекса намечен на 1 июля в Правобережный округ. Полный график работы можно найти на сайте администрации Иркутска. Будет постоянно находиться в одном и том же месте. В городе нефтехимиков завершили установку колеса обозрения. И оно уже работает, правда, пока в тестовом режиме. Аттракцион появился в парке имени Десятилетия Ангарска. На том месте, где раньше было установлено старое колесо. Новое 25-метровое сооружение собрали довольно быстро. На все про все у специалистов ушло около месяца. Сейчас слово за приемной комиссией. Эксперты из Санкт-Петербурга должны убедиться в безопасности аттракциона. Если вердикт окажется положительным, горожане смогут уже на ближайших выходных прокатиться на колесе. Идет техническая доводка колеса перед приемной комиссией. Ну, я думаю, что в течение где-то полутора дней все закончим. Комиссия начнет сегодня уже работать. Образы Сибири. Так называется выставка современного искусства, которая открылась сегодня в Иркутске. Работы привезли с разных уголков планеты. В экспозиции, например, можно увидеть картины в технике экопринт. То есть изображение на ткани создавалось с помощью соков растений. В общей сложности свое творчество в городском выставочном центре Роголя продемонстрировали 27 художников из нашей страны, Франции, Италии, Китая. В Иркутске этот проект реализуют уже девятый год подряд. Каждый раз авторы стараются по-новому показать природу России. Все представленные картины и скульптуры демонстрировались на Международном фестивале современного искусства «Перва рыба». Оценить старания мастеров кисти и холста иркутяне могут до 8 июля. Мы видим в какой-то степени определенное непонимание, что такое современное искусство. И вот наша задача – это подсказать, рассказать и продемонстрировать приемы техники современного искусства, существующей в мире. Ну вот и все на сегодня. До новых встреч на РЕН-ТВ. Помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мебелевич. Мы выполним любые ваши мечты в реальность. Шкафы, кухни, детская мебель под заказ. Работаем с любыми материалами. Замеры проект абсолютно бесплатно. Звоните 70 78 70. 19 этажей комфорта и уюта. На Синюшиной горе возводится новый многоквартирный дом в уютном жилом комплексе. Для вас готовая инфраструктура, детская и спортивная площадки. Квадратный метр от 38 тысяч рублей. Авиценнастрой. Новое качество жилья. Только до 7 июля в Иркутском цирке. Новое грандиозное шоу Генерация. Королевский цирк. Телефон 24 05 35. Категория 0+. В салоне мебели Бабар. Распродажа старой коллекции. Скидки до 30.